МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подарки Деду Морозу в детском саду Теремок. Концерт вместе с песней в Новый год. Миллион стаканчиков в сутки. Один из самых популярных народных товаров страны теперь производится в Десногорске. Предприятию всего три года, однако здесь удалось запустить уже три разных производственных линии, в том числе и изготовление одноразовой посуды. По словам руководства, расширение производства стало возможным благодаря субсидиям, предоставленным Департаментом инвестиционного развития. Контейнеры, в которые упаковывают продукты питания, оказались весьма востребованы, и предприятие выпускает 100 тонн продукции в месяц. В апреле прошлого года Центральная детская библиотека стала победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». На полученные деньги было приобретено свыше 500 экземпляров детских книг. С июня по октябрь библиотекари знакомили десногорских детей с новинками. Проект завершился мероприятием, которое прошло 11 января в актовом зале. Благодаря этому конкурсу впервые за пять лет фонд библиотеки пополнился таким количеством новых книг. Были приобретены произведения русской классики, а также лучшие сочинения современных авторов и известная художественная литература о простых и всем понятных добрых словах и о достойных поступках. Приобретено было огромное количество 500 почти экземпляров, даже больше литературы. И о ней рассказали деткам всем практически, сделали обзоры, были электронные презентации на сайтах и в школах, и в библиотеке, естественно. После ознакомления юных десногорцев с новинками при помощи конкурса составили список самых популярных и интересных произведений. Отрывки из них дети зачитали на радио. В торжественной обстановке участники радиопроекта «Большая книжная энциклопедия. В мир духовной книги» были отмечены памятными подарками, которые вручил им почетный гость праздника – отец Игнатий, настоятель подворья Спаса Преображенского монастыря города Рославль. Хочется выразить искреннюю благодарность святейшему патриарху Кириллу и каждому, кто участвовал в этом проекте, пожелать, чтобы за громкими словами, которые вы произносите, стояла реальная вера и реальное активное участие в жизни прихода, в жизни церкви. Чтобы вы, прочитав определенные книги, пронесли с достоинством и честью все те слова, которые воспитали бы и в вас мужество, силу духа. Ребятам очень понравилось участие в этом библиотечном проекте. Они смогли не только окунуться в мир духовной литературы, но и получить колоссальный опыт при чтении произведений на радио. На радио я читала отрывок из произведения Юлиана. На самом деле там все довольно интересно, но, наверное, больше всего мне нравится из православной литературы, это про ангелов, как они, возможно, появляются возле людей в нашем мире или как люди их видят. Сама люблю читать православную литературу. Татьяна Александровна предложила мне поучаствовать в записи на радио православной литературы. Она мне предложила несколько отрывков из произведений, и надо было выбрать. Я выбрал, который мне больше интересен, и читала его на радио. Мне понравилось само чтение на радио и, конечно, содержание произведения. Это не единственный проект, в котором принимает участие Десногорская детская библиотека. Мы славимся тем, что во многих проектах побеждаем. У нас были выигрышные проекты и в Росатоме, и в православной литературе, и гранд-президента совместно с обществом нашим Десногорским прекрасным ветеранов, инвалидов. И мы во многих российских проектах участвуем, корпоративных, библиотечных, я имею в виду. Это и «Подари ребенку книгу», и «Библиотерапию». Это, в общем, огромное количество проектов, в которых мы участвуем. Благодаря инициативности и активной жизненной позиции сотрудников детской библиотеки библиотечный фонд пополняется новинками, и десногорские юные читатели с удовольствием посещают библиотеку. В Смоленской области появилось больше вакансий для инвалидов. Областной закон устанавливает для работодателей квоту для приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Для граждан с инвалидностью проводят специальные ярмарки вакансий, организовывают временное трудоустройство и профессиональное обучение. Также им предлагают помощь от выбора профессии до социальной адаптации на рынке труда. В прошлом году работодатели предложили примерно тысячу вакантных рабочих мест. По сравнению с 2016 годом количество вакансий увеличилось более чем в два раза. В Смоленской области задержаны подозреваемые в серии краж имущества на сумму более полумиллиона рублей. Потерпевшие – жители Московской и Смоленской областей. Трое задержанных похищали вещи из дачных домов. Один утверждает, что просто перевозил преступную группу. Второй заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения. А третий – что вещи похищал для собственных нужд. Работали домушники в Смоленской и Московской областях. В основном забирали дорогие инструменты и видеотехнику. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Доказать причастность подозреваемых к правонарушениям помогли генетики. С мест преступлений сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области изъяты предметы, которыми пользовались подозреваемые. В результате проведения генетической экспертизы на изъятых уликах обнаружены эпителиальные клетки, в которых установлен генетический профиль, совпадающий с генотипом задержанных. Помимо всего, воры похитили автомобиль и на нём совершали кражи. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного. Остальное имущество они успели сбыть, а денежные средства потратили. В настоящее время установлена причастность задержанных к 12 эпизодам противоправной деятельности. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Смоленской области. Наркополицейские нашли пакет с марихуаной в доме 57-летнего жителя Смоленского района. Стражи обнаружили два свёртка массой более 100 грамм. Мужчина признался, что вырастил куст конопли на собственном приусадебном участке. Ему грозит лишение свободы от 3 до 10 лет. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ярцево. Сотрудники полиции во время беседы с матерью девочки выяснили, что её муж в нетрезвом виде неоднократно бил дочь. 44-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Новый год – это чудесный праздник. Замечателен он и тем, что пробуждает детское и взрослое воображение. Воспитателям детского сада «Теремок» хочется сделать всё, чтобы новогодний праздник дети запомнили надолго. Для этого они организовывают выставку новогодних поделок. Для детей поделки, которые готовятся к Новому году, особенно дорогие и интересные. А когда рядом с ними мастерит вся семья, совместное творчество превращается в настоящий праздник. Модульные орегами, мягкая игрушка, различные виды вышивок, аппликации – это далеко не весь перечень техник выполнения поделок. Это удивительные работы, которые можно подарить на праздник. Вот обыкновенные с виду снеговики, но стоит приглядеться – это выполнено из салфеток, это из шерсти, это из цветной бумаги в технике квиллинг. Почётные места заняли ёлки – главные атрибуты Нового года. Бумажные из мишуры ватных дисков. Дети и родители сделали свои работы для того, чтобы порадовать Дедушку Мороза. Традиционно Дед Мороз дарит подарки, а здесь выставка наша называется «Подарки Дедушке Морозу». Комиссия детского сада выбрала самые лучшие работы по группам. Присудила первое, второе, третье место. И все дети были отмечены благодарственными письмами. В итоге выставка порадовала не только ребят, но и всех, кто посетил её. А сейчас о культурной жизни Десногорска. 11 января в Нейтрино состоялся концерт творческого коллектива «Шанс» под названием «Вместе с песней в Новый год». Вечером 11 января зрительный зал был переполнен. Здесь собрались поклонники творчества коллектива «Шанс». Он известен далеко за пределами Десногорска. И уже более 20 лет под руководством Аллы Карабинниковой радует нас песнями и дарит чувство праздника. Театр песни «Шанс» действительно дал шанс многим найти своё призвание. На концерте выступили также ансамбли «Кураж» и «Радуга». Каждый номер увлека оценивало по достоинству, отдавая должное их мастерству. В этом году первый раз готовили вот такой зимний новогодний концерт. Весь репертуар новый. Профессионально звучали со сцены и вокальные номера в исполнении взрослых солистов коллектива «Шанс». Закончился концерт песней «Этот Новый год снегом обнимает» и общим выходом на сцену участников выступлений. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания.